пи-пи-пу-пу Доброго времени суток, детки, с вами Америка, а это продолжение прохождения игры Тинни Бани, ну или же Зайчик. Я живая! Итак, 31 мая 2023 года вышел четвертый эпизод этой замечательной хоррор-новеллы. Но я, конечно же, как я, могла это пропустить. Это событие, я ждала, я должна записать прохождение четвертого эпизода. Сразу говорю, нахваталось и спойлеров, первый раз я хотела его получить. И получилось, зашла на первый ролик попавшийся, скипнула на середину и прям попала на мясо-мясо-мясо рубочку. Вот, кто понял, тот понял. И потом, и остальные все спойлеры, остальные концовки я получила с ТикТока. Спасибо ТикТоку, спасибо людям, которые не пишут, что это спойлер. Ну, не суть. Это все, что я увидела. Основного я не видела, если у меня что-то еще есть. Вот, даже, по-моему, я не все концовки увидела. Вот, так что... Так что да. Погнали. Не буду долго затягивать. Третий эпизод я перепрошла. Перепрошла игру, я купила в Стиме официальную игру. Мы думаем, что у меня какой-то петел начал происходить с... Пиратка, поэтому я просто забила и купила. Она прошла до вот этого вот момента. Это у нас конец третьего эпизода. Сейчас проскипаем. Ты че, опять в облаках витаешь? Вот, это он сейчас конец третьего эпизода, начало четвертого. У нас рут Ромки, рут Алиски. С Полинкой мы не мутим, но мы будем проходить все руты. Мы будем идти по ветке одиночки, по ветке Полины. И все концовки мы посмотрим. Все у нас будет. С вами полетаешь, сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все чего-то вновь слонялись по классу, передавая друг другу записки, шукались. Из физиономии оказались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Ездив вновь, вспоминая, как парила высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон, потому что из лесу я не возвращалась, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. В конце расскажу свою теорию. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам, куда важнее было чувство полета. Знание о том, как его висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Эх, Катюшенька. Да-да. Да-да-да. Сон как рукой сняло. Я недоверчиво нахмурился. Как пропало? Быть не может. Прошу прощения, если на фоне будут слышны звуки скрипящего кресла, я не виновата. Я попытаюсь это исправить. Ну вот так вот. Катюха Смирнов, 12 лет, ученица 6-го В-класса. Последний раз Кате видели днем 16 января на школьном дворе. Рост на 55 см, глазокленные, волосы светлые русы, худощевого телосложения. Была одета в куртку с капюшоном на меху. Вязаную шавку с помпаном, белый шарф и перчатки с уперметом. Нос серединку для волос, в виде землянихи. Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Кате, просьба звонить. Вот так вот. Четвертый эпизод. Бьем копытом Ози. Соскучилась. Ну, конечно, разработчики удивили нас. Все думали, ой, это разве хоррор? Это разве хоррор? Это не хоррор. Вы хотели хоррор? Пожалуйста. Вот, четвертый эпизод. Это не последний эпизод, будет еще пятый эпизод, последний. Это предпоследний эпизод. Вот, так что... Так что ждем. Пятый эпизод, наверное, будет через год, как обычно. Меша подсела к нам, озабоченно кусая губу. Тосок, ты почти в этом сраном лесу зовет. Ну да, на. Вчера ничего странного не видел, да? Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А-а-а, ну да. А то на месте Катьки оказались бы мы. Бяша судорожно присылка дык. Это... Я что сказать хотела, да? Э, что? Я... Кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в сколу ссола. Вдруг слышал платье за деревьями. Катюха. Девчатий. Сечетина? Да-на. Ну я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стремное оно, братки. Ну да. Утро у нас не луциноти. Темно, как... Как в злопе. Хе-хе-хе-хе. Вдруг это Катька была, а? Почему вдруг? Вот она и была. А главное, вместе таком парсивом на... В бреломе, что неподалёку от кладбища. Ну да. Хорош пургу гнать. Да чё? Да зуб даю на! Сам слышал! Ты так без зуба бяж. Куда уже? А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная она! Только контрольная ты не думаешь. Как пить так, пацаны? Это Катька в тайге останала! А знаете, ты до неё, манья-чела, добрался! Ииии, манья-чела! Я вспомнил Катю такую красивую, такую подлую. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь. Первая сплетница, змея и гадина. Бяшу загибал пальцы. Сенечка, Вова, Семён, Катя. Четыре человека, да. И остался пятый. Рома хлопнула ладонями по партиям. Так, пацаны. Отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим. Как в дурацких ужастиках. Правильно. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Спасибо. Как и Полинку. Ну да, ну да. Пусть у вас с ней всё получится. Я и думаю забыл, что мне когда-то нравилась Полина. После вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка. Алис. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручку в тетради, выводить пики сосен и две крошечные фигурки, летящие между кронами и полной луной. По предприятиям бежали ордой мурашки, ретиво заскальпивая за шиворот. И было вроде так просто взмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. То ли вес украденного перстня, то ли тяжелые взгляды исчезнувших детей на доске. Кто-то в поселке был явно к этому причастен, скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. Рисуешь? Ой, здравствуйте. Я стыдливо прикрыла тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. У меня микрофон на полу ноутбука. Половину текста не вижу. Приходится так лево-вправо, лево-вправо. Полина облокотилась на парту. Я уже и забыла, какая она легкая и изящная, словно скрипка. Вот бы она тоже могла привезть с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочку. Полина порхает на ветру, как звезды искрятся со всех сторон, и она удивленно спрашивает, не сон ли это? А я это еще, мол, какая разница? В лесу Полина снова помрачнела. Уже слышал про Катю? Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Я правда ищу в себе сострадания, но вспоминаю ее поступки и... Голос озвучки, кстати, очень напоминает мне Марина Дебанче в оригинальной вот этой вот русской озвучке, которую на Деснея показывали. Полина покачала головой. Я чудовище, да? Нет. А, Лисочка, нет, подумала я. Ты одна из самых красивых девушек, кого я встречала. Но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассниц. Вот это-то, конечно. Нозри словно ловили запах конфи, древесной смолы и фейерверков. Ты потеряла анкету? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. А Лисом. А Лисом. Лис, подумала я, вообразив, как скрюченные ветви поддеваю страниц, листаю их, трогая детский почерк обледеневыми сучками. Надеюсь, ее найдут. Я не поняла, про Катю она говорит или про тетрадку. Хотела уточнить, но увидела, что Полина пристально меня изучает. И я пригладываю волосы удивленно. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Флейта. Оу, я подумала, Флейте, строящаяся между косматыми деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор. И могила нет. Что ты? Какой там был разговор? Какой разговор? Что там было? Анаки вновь словно признавает, что полностью мне доверяют. Я не знала, заслуживаю ли я такого доверия. А может, погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше. Ой-ой-ой, я могу задряжаться. Верни обратно. Блин. Я могу задряжаться вечером. Ее волосы каскадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я взлетела без всяких чашек. к переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса. Бля. Почему бы и нет? Давай. Тогда после алгебры на заднем дворе. Алгебра? В шестом классе есть алгебра? Она же, по-моему, с седьмого, седьмого... Нет. Ладно. Она привстала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Пробормотала, гадая. Что-то из мусорского. Я? Нужно быть. Нет, пожалуй. И ушла. Вместо нее в проходе вырос Ромка. Он плекнулся ко мне на запарку и зашептал на ухо. Ты с ней говорил? Ну да. Беша проковылял к нам, но Рома осадил его сердитым взором. Беша, отвали на пару минут! Не кричи! Кто-то беженоподжал губы и скрылся из класса. А Рома опять вернулся ко мне. Не бей. Говорил или нет? Ну говори... Ну там... Ну пара слов. Ну просто... Ну перекинул... Ну просто перекинулся. Ну что ты вот это... Ну что не было? Ну так... Ну блин, ну что мне? Не говори с ней. Ну нравится ты ей. Ну и что? Ну и... Она что-то сказала про меня? Мне хотелось улыбаться печально и обреченно. Рома, капитан команды Вальтрона, был влюблен. Действительно влюблен. В его взгляде кипела надежда, мольба, тревога. И это делало его совсем наивным мальчиком, который отградился от мира спортом, резкими движениями и холодностью. Мог ли я предать его сейчас, когда он так уязвим? Мог ли сделать правильный выбор в ситуации, где нет ничего правильного? Я проговорил, откашлявшись. Она спрашивала, где ты будешь после уроков. Лицо его стоило того, чтобы собрать. Оно буквально засветилось от счастья. А ты что? Сказал, что ты будешь на заднем дворе. Тимый котеночек. Ромка взволнованно облизнул губы, вцелился мне в запястье. Я испугался, что сломает. Ну, Доха! Ну, спасибо, друг! Брат, ради тебя все что угодно. Почему? Мы закатим такое шоу программы, что прям ого-го! Он ушел к ворчащему в коридоре бяше, а я, цепенев, уставился на пустой стул Полины. Мне кажется, что Полина, ну, не очень будет рада этому. Только что я променял одну дружбу на другую. Оставалось лишь надеяться, что я не прогадала. Ой, хазонка металась по мрачным заколкам школы. Вот, с одной стороны, такая хорошая игра, такая нежная, комфортная, прям вот. Даже какую-то ностальгию, что ли, вызывает. Музыка замечательная. А с другой стороны... Лучше бы я в нее не играла. Наспех затягивая куртку, я выпорхнул во двор. Синоптики не соврали. Пророчим метель. С севера наползалось свинцовое облако. В нем клокотал могучий рев. Дети вставали спиной к ветру и смеялись, когда порой вытолкали их по ходку. И в йогу уносила смех филетовую даль. А Ромка бросился ко мне, как только заметила на привычном пустом пяточке за школой. Готов? Точно не сдрейфишь? Погнали. Второго шанса не будет. Я не был готов. Абсолютно. Ага, поэтому мы все же читали. Живот покалывал, требовал убираться, не ввязываться в заранее проигрышное дело. Но бросить Ромку на полпути я уже не мог из принципа. Тот тем временем, загибая испачканные в чернилах пальцы, судорожно пересчитывал реквизит. Букет есть. Маньяк присутствует. Кто? Я? Че там еще? Что с моим образом? Где мой топор или там... Топор? Маска. Да не гони, Тоха! Надень ту зайчую, что с собой по жизни таскаешь. В смысле? Только резче! Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Я с недоверием поглядел на Ромку, но пальцы уже нащупали бегунок на молнии рюкзака и потянали с него в предвкушение. Вместо того, чтобы удивиться, я испытывала лишь облегчение, вытащив наружу мое настоящее лицо. Хорош! Ну ладно. Вместе с ним пришло спокойствие, и колики улеглись. Я вспомнил ощущение полета, невесомости, счастья. В той же проблеме в Ромке показались дозевоты мелочными и несущественными. Давай, как репетировали. С Богом. Только она появится, я пригрожу ей дорогу. Ага, а я из-за тех кустов такой бац! И на выручку. Давай, давай попробуем. Иди себя посмелее, Тошка. Чтоб как в заправду. Я постараюсь себя не сдерживать. Простой кусочек картона и шерсти нёс себе энергию, которая могла соперничать с яростью метели. Да. Я не без удовольствия натянул настоящий лицо поверх очков. Ну так неудобно, хотя бы очки... А, ну ты ж не видишь, ты слепой. Да. Париваю его, чтобы глаза смотрели точно в прорезе. Ромка исчез. А из-за школы вышла оглядываясь Полина. Футлер из-под скрипки был неизменно с ней. И сапожки скрипели на свежем снегу. Классное пульто. Тучи прилатили солнце. Темнота обратила меня в длинноухе силуэт. С сомнением посмотрев в мою сторону, Полина начала огибать площадку. Хе-хе. Значит не узнала. Ты глупый что ли? Как тебя не узнать? Та же куртка. Та же рубашка. Очки, которые скорее всего будет видно. Да, их видно. Шапка. Спорт. Которая только у тебя одного в классе. Ну как тебя не узнать? Ты думаешь, она тупая? Ой, ребята. Я шагнула на перерее, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда могли подсказать Полине, кто перед ней. Ты случаем не потерялась, деточка? Хмырость, она потеснилась к устам. Пришел герой. Из-за них тут же показался чертыхающийся Ромка. Он неуклиж двигался боком, словно краб и все. Также прятал руку светами за спиной. Эй, садись, проклятый. Пока я здесь, никто не обидит эту девушку. Дедушку. Понял? Ты! Переживай. Ты! Да, я, что? Под маской я стратарически вскинул брови. Информация Ромки была фальшива и откровенно идиотская. На репетиции он отыгрывал вас в сто крат увереннее. Рядом девушка, которая этим нравится. Понятно, дело, он будет нервничать. Но я не подал виду и, нагло схватив Полину за воротник, подтянул к себе. Пальцы пробежали по ее шелковистым локонам. Полина возмущенно ойкнула, но я только ухмыльнулся. Чувство вседозволенности и безнаказанности захлестнули меня. Я намерился завалить Полинку на землю и тискать до синяков, пока несущий околесицу Ромка не научится актерствовать как надо. Говорю, не тронь! Но я не послушал и продолжил пение от собственной власти, от того, что растерявшийся Ромка мямлил себе под нос. А я мог делать что угодно под покровом зайчей личины. Прыви терпение, Рохля! Охуяся! На превьюху! Погнали! Не понял, зайчик, а ты что-то делаешь? Шизофрения просыпается. Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя! Он же голос поменялся. Антон, что с тобой? О! У Ромки даже крутились глаза от удивления. И было видно, что он какое-то время пытался сохранить самообладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоиспеченный герой хоть что-то предпринял, его пределы Полина. Маску сняла? Так, что тут происходит? Петифан, ты уберешь своего дружка? Да. Оху-ху, хера. Полина на отмаш стукнула меня футляром так, что я мигом протрезвел. Я же... Он меня... Думаете, я вчера на свет появилась? Видимо, да. Бяша, небось. Или... Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску. И даже в тусклом освещении я видела, как проразовела ее негодующая личика. Антон? Тихо. Да? Ну вот, не думала, что ты такой. Ну, это не то, о чем ты подумала. Я замычала еще оправдание в тайне, надеясь, что Ромка придет меня и все объяснит. Но фиговейший из актеров... Фиговейший из актеров пелялся на сугробы и краснел от стыда. Спланировать такое шоу и так облажаться? Полина смотрела на нас, сжав кулаки и вдруг выкрикнула. Клоуны! Как сделать скриншот? Крик, вердикт и еще бился о школьные стены, как попавшие в ловушку голубь. А Полина кинулась прочь от нас по заснеженному асфальту. Она плеснула тенью, словно шлейфом платья, и скрылась за углом. Голов Ромки обреченно упала на грудь, а влезлый букет шлепнулся в серую кашу мокрого снега. Это фиаско, братан. И сняла маску со вспотевшего лица, ветер остудил кожу. С маской словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций. Ромка скрепила зубами, траясь под ноги. Ну, не хочет. Потерянный подавленный, не умеющий, как и я, встречать контратаку и удары судьбы. Я видел, насколько ему плохо. Он готов был крушить все вокруг, биться лбом о бетон. Что угодно, только не попросить Полины вернуться. Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым, что это мешало ему жить. Блин, котеночек. Ну, вот он такой вот персонажик, очень сломанный. Он пытается казаться сильным, веселым, всегда такой на позитиве, всегда такой классный бандит. Но на деле, ну, вообще, на самом деле, он... Он человек, мальчик, ребенок со сломанной психикой. Слабый. Хотя, можно подумать, что он сильный. Ну, да, в какой-то степени он сильный, потому что он пытается вести себя весело. Он терпит все это. У него какая-то жизнь не очень хорошая. Отец, по-моему, у него в тюрьме или был в тюрьме. Не знаю. По-моему, сейчас в тюрьме. Проблемная семья, проблемная жизнь. Решение пришло молниеносное. Я положила доню Ромки на плечо. И он убежал к Полинке, да? И кинулся по пришкольной территории, пытаясь догнать Полину. Эхо повторяло стук подошв. Скрипичный футляр девочки покачивался на хвост раздраженного животного. Полин! Она сбавила шаг, но не обернулась. Ну, Полин! Полин! Показался ее хорошенький профиль. Чего? Гречи. Я бы равнялся с ней, осторожно взял за локоть. Она не отдернулась, хороший знак. Ты все неправильно поняла. Полина убрала с лица прядь. Я подумала, что этот жест она могла посмотреть в каком-нибудь фильме с Шерон Стоун. А почему? Я не знаю, что там нет. Голос ее оставался строгим. Что тут понимать-то? Не объясняйте, что, а это мне. Вот, неправильно спрограммировала предложение. Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. Ну, поняла бы его. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитил. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. Это нормальная маска. Не гони. Я вспыхнула ничего, но не гадкая. Но вслух сказал. А вот и не поняла. Ты Ромке очень нравишься. Да, вообще-то. В ее взгляде проскользнуло любопытство. На самом деле, мне не очень нравится шип Полина плюс Антон. Мне больше нравится шип Ромка плюс Полина. Мне кажется, что Ромка подойдет ей. В ее взгляде проскользнуло любопытство. Мне так отчаянно захотелось обнять Полину, украсть и везти в лес. Ты что? Познакомить с моими новыми друзьями? Не, не надо. Чтобы флейта играла, Полине бы понравилась ее мелодия. Чтобы мы прыгали до небес, выше облаков. И там, под приколоченными к небосводу звездами, я бы рассказала Полине, как нуждаюсь в ней. Что она вода, а я умираю от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Аааа, я предваривался дурачком. Мне? Полина обиженно вырвалась. Все ясно. Понятно. Да постой же, нравишься. Ты всем нравишься. Ну да. Ключевое слово всем. Но Ромка, он особенный. Особенный лжец. Ну, ну, не надо. Он целеустремленный. И на самом деле серьезнее, чем кажется. Да, да. Он хороший. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. Просто сломанный. Куда? Помни, куда? Я не помню, такого. В какой-нибудь большой сверкающий город. Да куда угодно. Он обещал защищать тебя. Я не помню, такого. Полина смотрела в темноту за чертогами школы. Там был, там был ветер и клубился снег. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Ты чё? Для начала узнать поближе. Дать ему шанс. Правильно, правильно. Шутки шутками. А настоящий маньяк еще на свободе. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Молодец Антон. Я говорила о губах моей немельной и деревенелой лицом. Я ободялась, что голос выдаст истинные чувства. Слова были бритвами, которые резали мне грудь и гортань, высыпаясь наружу. Полина молчала бесконечно долго, а потом еще дольше. Она возмущенно сопела и барабанила пальцами по черному футляру. Наконец она сказала, вздохнув. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. Молодец, хорош. Но чтоб не думал себе всякое. Я изобразила радость, когда надо, и я мог претвориться. Ты не пожалеешь. Я обрел обратно за угол, слепую, шаркая по снегу, потому что веки мои были плотно зажмурены. А сердце билось, как молот, вгоняя в душу гвозди. Ромка сидела на корточках, взъерошивая короткие волосы. Она ждет тебя у ворот. Награда мне была изумление на лице товарища. Он вскочил, захлебываясь словами. Совсем не тот замкнутый лидер молчун, с которым я познакомился на прошлой неделе. Тош, ты спас меня! Братан, да я теперь твой должник на века! Хочешь, я тебе тетрис подгоню? Да иди уже. А хочешь, научу рукопашным приемам? Или... Я мечтала об одном, чтобы меня оставили в покое. Мой муд. Чтобы я мог стоять в тишине и смотреть, как колышется на ветру лес. Удыхать морозный запах хвоя сквозь старую маску. Иди уже. Хотелось верить, что в случае с Алисой мне не придется выбирать между чувствами и дружбой. Кроме нее у меня уже никого не осталось. Разве что Оля. Как дела сказать? А Оля? А мама? Папа? Как так? Ну конечно, мы лучших световый тайг ромешной черной тайге. Как я мог забыть о своей маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу! Чё кричишь? Ромка, успевшая сделать несколько шагов, остановилась и посмотрела на меня. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде! А этотус при чём? Мой приятель... Ааа! Мой приятель хмыльнулся, звенув шапку на затылок. И что ты предлагаешь? Сберкасу обнести? Нет, надо просто поймать маньяка. Хорошая идея, да. Очень. Да. Ромка скребился, спретал руки в карманы штанов. Ну, возможно. Возможно. Подарит максимум часы командирские, будь здоров! Ладно. Меня утомило пререкаться с Ромкой. Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда. Значит, да. Куда ты, туда и я. Хорош. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Только не туда, не надо. Не надо. Готов поспорить, это была Катька. Да, ну что-то вот идти в бурелом за кладбищем. Что-то как-то, ну, не очень хорошая идея, я думаю. Я весь собрался и превратился в нерв. Катя это шажок к Семену, а от него к Вове. Но их уже нету. Поможем милиции арестовать убийцу и проклятый маньяк перестанет ржать о наш поселок в страхе. А с ним уйдут взрослые запреты, что не разрешают Оле выходить на улицу. Я, наконец, научу ее прыгать до небес вместе с новыми друзьями. Ха-ха-ха, как мило. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу. Да и время поджимает. Давай пересечемся у дома Полины через час. Через час? А, ну да. Нет, лучше через полтора. А, понятно. Знаешь, где она живет? Я сунюла номер дома, тайком подсмотренный в анкете Полины. Думаю, найду. Отлично, мне пора. Ну давай, беги. Влюбленный мальчик. И Ромка умчала, я остался усмирять голоб в грудной клетке. Биаша, быть может теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец прекратится? Ну, с гающей семечки Биаша скребилась, как только я подошел к нему. Ну да, что на. Биаша нахухлился и демонстративно отвернулся. На минуту я задумался, взвешивая про себя, а пригодится ли нам помощь Биаше в поисках Кати? Или этот Ромкин прихвостин только все испортит? Ну, как бы, какая разница? Звать, не звать? Один исход будет только вот, если мы его не позовем, он расстроится, если мы его позовем. Да, я уже знаю. Если мы его позовем, он не расстроится. Но потом... Ну, ладно, короче, давайте, давайте позовем. Ну, Биаш, не обижайся. Так будет лучше. Ромка голову совсем потерял, ты уж не злись на него сильно. А про тебя я помню, вот, держи от меня подарок. Какой? Я передал Биаш, доработанный набросок Вальтрона, огромного трансформера, собранного из пятерки роботов-левов. Это мы рисовали в третьем эпизоде, перед тем, как пошли к Алисе, когда мы общались с Полиной, и нарисовали два рисуночка. Вот этого вот трансформера и Полины. Был выбор, Полина или Рома? Я выбрала Рому. Не, тёсе! Это мне она? Да. Спасибо. Какие хорошие булочки, не могу. Через полтора часа встречаемся у Полининого дома. Такая позитивная, добрая игра. Замечается срочное дело. Биаш аж поразовел на радость. Чем будем заниматься? Да так. Чёрный гараж искать. Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Постараемся не пропасть без вести. Не понял такое. Три мушкетёра. Достижения. Самые длинные полтора часа жизни, словно миксер. Размололи мой мозг до жидкой кашицы. Одни тревожные мысли нахлёстывались на другие. Пропавшая Катя. Лес. Маньяк. И склепы, могилы, кресты. Описание четвертого эпизода. Это как там стало мимо вот этот вот, блин, сейчас. Скелеты, кости, смерть, кладбище, черепа. Биаша выплыл из ранних сумерок в квартале от назначенного места. Чего унылый такой, на? Это домик Полинки. Сведых анекдотов нет. К сожалению. Я был рад видеть даже его физиономию. Вся банда в сборе. Так точно. Необязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке до уши становилось ясно, что прошло оно великолепно. Ромка счастлива в одну у меня в бок. Ну айда, джентльмены. Пошли. Этот счастливый, тот нефятный. Фиг вот поймёт меня. Реально. А ты? А ты лишний раз бежь, не думай. А то, глядишь, последний извилин, узлом закрутится. Добрый Рома. Вот время люди в домах стряпали, смотрели телевизор, переругивались. На крыльце курили хмурый мужчина, скрипел колодезный ворот. Метель обошла посёлок Подуге. Но не она заботила меня и пугала. Лес вырос на нашем пути, и то ли мы вошли в него, то ли он превратил нас зубастой пастью. Сосны скрипели, а из тайги тянулись зыб и тени. Они выгибались по обе стороны от дороги. Никто из нас не преронил ни слова, ступая на просек. Тизая дымка струилась над оврагами, и её хвосты завивались в призрачном танце. В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей, мутило рассудок. Снег чавков, расседая под подошвами. Кочки напоминали насыпи на могилах, а кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из леденевших болот стенала и булькала тьма. Злобно забыл ветер. Время перестало иметь значение. В какой-то момент мы уперлись в бурь-дом. Не надо. Значит так. Поисковая операция начинается. Погнали. Далеко не разбредаемся. Ищем любые следы Кати или похитителя. Правильно. Вот только шестиклассники в лесу. Ищут потерянного ребёнка. Ну, я думаю, это нехорошая идея. Правильно? Кто бегает? И желательно, пацаны, поживее. Правильно, Ромка, хорош. Уже через час станет темно, хоть глаз выкрили. Вот, вот, вот. Поэтому нужно днём быстренько туда-сюда быстро всё поискал, отбегал, посмотрел. И прямо вот перед тем, как стемнеет, нужно возвращаться домой сразу же. Потому что если темнеет, всё, конец. Ай! Микроу ударила, сори. Мы осторожно стали пробираться через повальные деревья в слабо, надежде чем найти хоть что-то. Хрена лысого мы в таких потёмках найдём. Да, по факту. Опачка. Мы только пришли. Опа. Что тут у нас? Кошелётик. А мне сегодня фартит. Братва! Я, кажется, на стол! Это ж Каткин, Коселёк! Ну, всё понятно. Ой-ёй-ёй, что такое? Что такое? А потом я услышал сдавленный вскрик и не понял, кто кричал, Ромка, Бяша или я сам. Наконец я всё увидела воочию и всё равно не поверила своим глазам. Что такое? Ой-ёй-ёй, что с волосами? Абсолютно седой Бяша в ужасе пятился, спотыкаясь, пока, наконец, не рухнул в суру. Он протянул руку, и я увидел, как дрожат его пальцы, указывающие в пустоту. Бе-е-е, что? Бяша взвелся, словно ужаленный, побежал прочь. Ронку не посмотрел на него. Он продолжал глядеть вперёд, не боргая, не дыша. И не заметив, как зашигал навстречу чему-то неописуемо страшному. Нерешительно отодвинул завесу из мохнатой хвои. За елями... Чёрный гараж... Показалась небольшая пушка, некогда выжженная точным... Понятно, попаданием молнии. Почерневшие пни ограждали круг. Да там оба взлом, пацаны. В середине стоял чёрный гараж. Его гладкие стены были выкрашены чёрной краской. Казалось, они впитали в себя сам мрак. А куда Бяша делся? Я подумала, что гараж это не просто металлический короб, который легко можно привозить с места на место. Он нечто живое. Ну, возможно. Моя теория то, что гараж это был обычный гараж, но он стал пустым. И хозяин леса наделил его возможностью перемещаться и хранить там детей. Это как будто бы типа... Ну, как холодильник. Холодильник... Холодильник, да. Насекомое с чёрным лоснящимся хиттином. Прожорливый падальчик. Мы торчились на него, но внимательно следил за нами красным рисающим глазом. Я сказал себе, что это просто лампочка. А не в рову, говорю. Генератор жужжал тихонько, но в этом звуке слышалось угроза. Так, а без кримеров, пожалуйста. Открыто. Я пытался золотнуть, рот был сухой, как пустыня. Ворота гаража были распахнуты, внутри клубилась чернота. Я почувствовала прикосновение, а Ромка положил ладонь на моё плечо. Пойдём. Пошли. Да будет мясо. Он выглядел сейчас старше своих лет. Да что там, он выглядел дряхлым стариком. Куда? Ты что, сбрендил? А чё нет? Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Он сугрозит. Ромка сплюнул себе под ноги. Будь ты таким наивным, Тоха. Твой Тихонов, вон, даже варежку в лесу отыскать не смог. А я смогу. Ты и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учёте состою. А, реально. Хулиганов выхватил визитный ножик и серьёзно посмотрел на меня. Маньяк наверняка вернулся туда, в своё логово. Туда? Нет. Если получится, возьмём его тёпленьким, пока он не ждёт. Ты чё? Иначе в следующий раз подкараулит уже. Подкараулит, прочитал. А зверята говорили, что он всего лишь человек из посёлка. Но справимся ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат. Ну, ладно. Так что решайся. А, у меня выбор? А-а-а, понятно. Ну, ребята. Кондет у нас будет только если мы пойдём в гараж, поэтому пошли в гараж. Мы приблизились к постройке. И с короба не доносилось ни звука, только как удел генератор. А Ромка постучала костяшками по воротам, убеждаясь, что они не собираются превращаться в киечные челюсти. А смелеефон распахнул двери пошире и принёс ощугуровать проём в поисках выключателя. Тоха, помоги-ка мне. Ну, давай. Машина! Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструментами по бокам, какие-то канистры и тряпки, да накрытая чехлом машина. Ни маньяков, ни их жертв. Я даже смехнулся от облегчения и прощёл эти же эмоции на лице товарища. Ромка вошёл в гараж и обогнул по часовой стрелке автомобиль. Пошарил среди пыльных полок, посмотрел на меня. Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог. В углах, как паутина, налипла тьма. Паук, если он и был, давно покинул гнездо. О! Ржавые железяки, похожие на стальные клыки в пасте этого мёрзлого места или на пыточные инструменты средневекового палача. Таким прикоснёшься и на пазе сразу рассветёт рана. В паре просочится инфекция от ржавчины и засохшего жира, и ты изгниёшься заживо. Позитивно. Там на щипцах что-то багровое. Надо подойти и проверить. Краска. Это просто краска. Краска. Тут свой свет не проникает туда. В темноте может быть что угодно. А вдруг он смотрит на меня в упор, прячется за кружевом... Где? Тут? Кружевом паутины. А если встать на цыпочки? Пыль и рухлядь. Потом. Погоди, я ещё смотрю. Что ими сжимали? Что хрустело между металлическими... Ну, там у тебя фантазия. Челюстями. Что лилось на верстак из рвущейся плоти, чего на длительного использования совсем раскрошился. Ну, это обыкновенные слесарские тиски. Такие же стоят в кабинете труда. Тиски для деталей, а не для жертв. Капля масла, а не крови. Ой-ой-ой. А когда потом? Вот это. Почему мне это так напоминает алтарь? Точно гора, что церковь, а здесь атрибута нефилатической таюжной религии. Я не хочу видеть иконы этой из вареной веры, древней письменной железной религии. Да нет же, просто хлам. Никому тут не молятся, не бывают таких рамов, а воск на стрелечнице, потому что электричество часто отключают, а хозяин работает при свечах. Погоди. Отсеченные конечности, груды, фарши, головы, облепленные мясными мухами. Вот что я вижу, заглянув в ящик. Как в ночном кошмаре страшная версия поля чудес, в которой ведущие, хохочая и пуская слену, вынимают от скротки истекающие гноем фрезы. Но наяву ящик пуст. Если что-то мое было, это убрали с глазовой. Так, ну... Вот это. Это машина? Что же еще? Просто автомобиль, накрытая тканью. Внутри никого нет, ни живых, ни мертвых. Вонь застарелой крови. Она... Она только у меня в голове. То, что находится под мешковиной, пахнет машинным маслом не более. Ну, давай поговорим. Ну, да. Поаккуратнее со словами. Пошли отсюда. Ага. Давай догоним Бяшу. Ему крепко досталось. Не догоним. Я вышел под снегопад. А Ромка уже топал к выходу, когда вдруг остановился и задумчиво поглядел на автомобиль. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Действительно. Дай-ка я хоть магнитолу скручу. Да. Обожди минуту, я мигом. Добрый вечер. Из-под щекла раздался всхлип. От неожиданности я чуть не плюхнулся в сруб. Ты слышал? Она там. Кто? Катя! Я смотрел, как вдруг дергает за ткань, но под бюджетом мощь не хватало сил. Ноги словно примерзли к земле. Но Ромка справился без меня. В спорте с помощью нажатчих холд полетел в сторону. Под ним не было автомобиля. Моя девочка. Там, вырастая из пола, блестела машина маслом, огромная мясорубка. Я видела такое в одной передаче до 16-й старше. До 16-й старше советская российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи. Беспризорность, движение рокеров, темы наркомании и дедовщины, проблемы досуга и взаимоотношений в семье. Проушенная махина, которую на фабриках перемалывали коробью туши для колбасы. В растробе, напоминающем зёв кровожидного цветка в венериной мухоловке, находилась связанная Катя. Хороший скрин. Она очнулась словно от сна. Её глаза окрулились от страха. Кляп позволял лишь хныкать и мучать. Разудранные коленки в кровь. Скорее сюда! Я сбросил себя от рыб, как тяжелый чехол. И рванул в гараж. Тем временем Ромка почти взобрался на остальную душеводку. Он взял Катю под мышки. И... Вероятно, коленом. Ромка зацепил какую-то кнопку. Загудел механизм. Звук напоминал ворчание голодного желудка. Ромка закричал испуганно. Явно осознавая, что он наделал. Выключи её! Выключи её! Я сейчас! Держись! Ничего. Ни одна чертова кнопка, ни один тундер не могли остановить этот жуткий скрежет журналов. Ни хруста не помогает! Так помоги мне! Мы, согнулись над Катей, рванули её за локоть. Внизу заработали спирали. Сначала медленно, но с каждым витком они набирали скорость. Раздался хруст, так и сирпай дает хворост. Ээээ! Я тыкаю, я тыкаю! Я тыкаю! Неаааа! Катя! Я понимаю, вообще можно её спасти? Да тыкаю, 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 тыкаю! Что, что, что тыкаю? Ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Катя взбыла сквозь кляп. Нам из врубки не отпускала, нам из врубка питалась. Я закричала, видит, как плезвие наматывает на себя лохмоть из плюзнутых ног. Ну и Катя теперь напоминально измочали на колготы. Костя противовикой затрачали, словно сучки. В багру мастерство плавала белая коленная чашечка. Я тянул Катю на себя и чувствовала, что проигрываю. Боже мой! Не-е-е! Куда-куда-куда? Я тыкаю! Нет, Катя! 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 Катюша! Нет! Ну всё, да. А, нет, не могу. Лезвие раздробили таз, запенилась кровавая каша. Катя выла на одной безумной ноте. Глаза вылезли из орбиты белки и стали красными отлопнувшись в судов. Лезвия дошли до живота. Легко выгребли из плоти сизые трубки кишечника. Та околи намоталась по леди на лику, что с Рене. Бой внутренности распространялась по гаражу. Девочка не пыталась помочь Кате, в этом не было у него большего смысла. Голова девочки с собой наболтала, смутные глаза смотрели в пустоту. Мясорубка перегрызла ребра и полотела едва оформившуюся грудь. Под кровяного давления лиса, всё Катя потемнело, алые струки сочились из глаз и ушей. Катя умерла, но механизм продавал работу. Волосы упали в лезвие, скальп с сочным хлюпанием отделился от черепа. Кожелеца съехала вниз, гримаса смерти заставила меня отшатнуться. Я, ощутив руки на своём теле, решил, что сейчас меня швырнут в растрок в качестве десерта. Что я смешаюсь в единый фарш с Катей. Но это Рома, зачем у меня прочь? Из митлического хобота механизма шлёпалась в подон толстая колбаса-кровянка с застрявшими волосами и костями. Какого хрена ты стояла, как скопаны? Я тыкала. Вы же могли успеть её спасти! Я тыкала. Блин, Рома, шестилетний, блин, двадцатилетний пацан в шестом классе. Видел вот этого, ну, у него ступор, он не знает, что делать. Он пытался её спасти, что он мог сделать? Мотушка, не думала, что ты её так сильно ненавидишь. Блокоть ли смеяться? Надо убираться отсюда. Фарш. Мы вывалились из гаража. Я взял горстеневый, запихнул себе в рот, прожевал орыклую субстанцию. Рома стояла на колене, хоть утеряя лицо снежком. Я отползала чудовищной мясорубке, цепляясь ногтями за лёд. Кашлял, точно пытаясь отхорвнуть воспоминания об увиденном. Но я знала, что никогда не забуду ни запаха, ни звука ломающихся костей, ни предсмертной агонии, Кать. Бедная девочка. Она, конечно... Давайте спойлерну. Она... Вот я видела... Кто-то писал, что... По манге можно было понять, что она себя вела так. Потому что, ну да, у неё характер такой, но помимо всего ей нравился Антон. По отношению к Антону она себя вела так, потому что он ей нравился. Вот поэтому она себя так вела. Вот есть такой тип людей. Цундеры. Которые... Ну, есть цундеры лайтовые. А цундеры вот такие, как Катя. Которые вот унижают тебя и оскорбляют. Но ты им нравишься. Вот есть такие вот люди. Это и парни, это и девушки так могут себя вести. Несмотря на всё, что она сделала, она этого не заслужила. Мне её очень жалко. Я очень расстраивалась. Ну, быстро я не отойду от этого. Жалко. Красивая была девочка. А мама её... Если она узнает, что с ней случилось, я её не знаю. Просто как мама себя будет чувствовать. Сколько у меня уже? Ой. Ну ладно, скоро будем заканчивать. Рома пополз ко мне на четвереньках. И на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса. И теперь, как дикий зверёныш, перегрызёт мне глотку. Интересно, я орала? Я, ну... Грачи говорила, чем... Чем игра звучала в тот момент, когда Катя убрала. Но он взял меня за куртку и принялся снегом оттирать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. О чём ты? Никакой милиции. Слышишь? Катю по частям мы не соберём. А ты так. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Я говорила. У него батя в тюрьме сидит. Ну да. Никто не поверит. Но ты говорил. Говорил, говорил. Ну... В принципе, и не найдут. Он метнул ненавидящий взгляд в гараж. Я включил мясорубку. Да. Нечаянно. Да. Попробуй, докажи. Ну, он прав, он прав. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Он всё правильно говорит, да. Он не такая, что он даже если это и расскажет, то вряд ли ему поверят. А даже если поверят, то повесят всю вину на него. Ну и на нас, соответственно. На Дону. Я за решётку пойду. А маньяк будет разгуливать на свободе. Всё равно очень тяжело вот... Никому об этом не говорить и жить с... Вот это ей, можно сказать, болью на душе. Значит, ты нажал кнопку. Что она умерла, потому что ты нажал. Если бы он не нажал, она... Я думаю, её можно было бы спасти. Вот там был выбор, пойти в милицию или пойти... В гараж. Если бы мы пошли в милицию, то... Она бы не умерла от... Можно сказать, рук Ромы. Но она бы умерла. Я уверена, на 89-90% что она бы всё равно умерла. Но умерла просто иным... Хотя, может быть, таким же способом. Просто так мы её нашли. А так мы её бы не нашли. Ну и так, и так. Неприятно получается. Блядь! Жизнь медь только начала налаживаться! Это он про Полину. Но мы не можем просто так про всё. Можем, поклянись, что никому не скажешь. Некому говорить. А иначе он не произнёсся, но это считалось в его тоне. Я молчал минуту, думая о кровавом бульоне, льющемся из махины. Рома был прав. Даже если Тихонов поверит, нам гараж к тому времени может исчезнуть. Правильно, правильно. Чудесным образом перенестись на другую поляну в другую часть этого чёртового леса. Пожалуйста! Хорошо. Кто-то должен защищать Полину! И Олю, подумал я, медленно кивая. Хорошо. Я боялся, что не сдержу слова. Что мама прощёт всё на моём лице, увидит нестёртые капли крови, унюхает запах. Я раскалюсь, просто упаду перед ней на пол и буду рыдать от страха за себя и за родных. Я ещё не знала, что ждёт меня в месте, которое я по ошибке назвал домом. А, мы разошлись, всё. Входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что и не покрывает мою кожу. Я сиснул кулаки. Мрак просачивался в прихожую, а с ним медленно планируя на ковёр влетали снежинки, будто стая падлящиков, почуявших добычу. Я образил три мясорубки в разных частях дома и трёх близких людей, перемалываемых лезвиями. Я осторожно переживнул порох. Но вверх услышал, как кто-то говорит на кухне, но это был всего лишь радиоприёмник. Циклона, которым мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвала жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несёт с собой буран. Сверху тоже доносились голоса. Впервые звуки ссоры подействовали успокаивающе. А заскрипели протяжные ступеньки. Я делал шаг, а сердце за то время успевала ударить 5-6 раз. Дверь родительской комнаты была отворена. В пятне света выступал театр теней, чёрные силуэты исполняли танец нености. Мамины кисти взметались к потолку, когда она шипела на отца, а он нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности. И всё из-за тебя. Что случилось? И не ври, ты видела его в посёлке. Кого? Он вычислил, где мы живём. Кто? Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Я пробежала к спальне. Родители снова сверились и выяснили отношения, сыпали взаимными обвинениями. Карина. Карина. Молодец, низко по-завериному зарычалу. Пусть они прекратят. Маленько. Тяжело и жить с этим, она растёт очень... В принципе, если так подумать, все тут какие-то психически нездоровые люди. Родители и дети растут сломанными. Воня стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Со сломанной психикой. И отогнала видение, в котором сестру получили лезвие мясорубки. Опухшая слёз личика заставила меня похолодеть. И почти вытолкнулась мысль кровавой образ Кати. Что случилось? А, но он же у нас бухгалтер. Видимо, он у нас был, как я понимаю, нечестным бухгалтером. И из-за этого мы переехали сюда. Но кто-то наш... Кто-то нас нашёл. Кто-то кого-то, кого мы обхитрили. Они разведутся! Нет. Я обнялся в струю и прижал к себе. Надо. Вот так вот стоять. Язык отказывался повиноваться и искать утешение. Хера? Крики будто звучали сразу отовсюду. Справа и слева, снизу и сверху били по макушке. Руга не падала нам на головы, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбёжки беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! Все вы куда-то хотите уехать. Отведи меня в небыль, Анди! Понятно. Ты обещал! И осторожно отнял её руки от ушей и ловил мимо выберирующей яростью спальни родителей. Из-за тебя! Ради кого? Почему написано мама, а там написано отец? Написано мам, папа. Или он написал бы уже мать. В эти минуты я презирала их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям, колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Гулял. Дышался живут. Я пытался помочь одной девочке. Ты обещал никому не рассказывать? Ты помог ей? Добил. Не думаю. Котенька. Что-то стукнуло о карниз снаружи. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлёпнулся в раму. Ты ждёшь кого-то? А вот на этом-то мы и закончим. Как сохранить? Сохранить. Куда-сюда. Всё. Мы на этом заканчиваем. Да? Кого-то я жду. Вот такая вот у нас серия получилась. Теории я свои буду рассказывать в конце эпизода. То есть, получается, это будет конец. Это будет конец. Это будет следующая серия. Вторая. Скорее всего, конечная. Мне нравится. Мне нравится, но слишком жестоко. Слишком. Напихали мясо, конечно, жестко. Это у нас, получается, две самые жестокие новеллы визуальные. Зайчик и Доки-Доки. Жму друг другу руку. Ладненько. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Пишите. Я забыла. Сейчас. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте. Ну, а встретимся мы уже в следующих сериях. Всем удачи. До скорого. До скорого.